Здравствуйте. Меня зовут Киселев Александр. Я ведущий разработчик мобильных решений компании «Фатрэкс». Телефон ко мне попал буквально две недели назад и я расскажу как вот за две недели я попытался строить наше решение веб-нет, в этот телефон. В принципе, это получилось. У меня даже есть его вариант. В словах расскажу, что такое веб-нет вообще. Веб-нет 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 с некими особенностями это вот значит, у нас симметричный кортежек используется для связи клиентов друг к другу. Потом все происходит работа на сессионных ключах. То есть, если происходит потеря связи на каналах, то не надо ничего устанавливать. Все ключи клиенты друг друга знают. Поэтому за несколько минут мы работаем. То есть, нам не нужно узнать по IP-узлам, потому что у нас идентификация узла происходит по ID, которые внутри сети происходят. И, собственно, у нас есть специальные управляющие узлы, которые у нас рассылают справа, что какие-то ключи обновление IP-у на все узлы. Значит, что такое клиенты? Это некое IP-у, которое связывает узлы и плят от Росдома. Значит, что он обеспечивает? Он обеспечивает прозрачное шифрование всего потока данных от клиента к клиенту на ключах. По-разному говорить. ГОСТ, ГОСТ и АЕС. У нас сейчас есть реализация для Windows, Linux, macOS, iOS, Android, Tizen. И вот сейчас я покажу вам и наличие сертификата на средства гипетографических значений информации. Значит, как это все работает. Значит, клиент когда посылает информацию в сеть, он ее сначала закриптовывает и посылает на некий координатор сети, который служит всеживущим узлом. Или, например, стоит в некой сети корпоративной компании и внутри сети рассылает уже информацию узлу. А узел отвечает координатору, координатор отвечает нашему клиенту. Вот так происходит обмен информацией. То есть, вы говорили недавно, что это трафик можно будет почитать нашему ФСБ. То есть, такая схема уже не позволит никакому разумышнику почитать трафик, который идет. Потому что нет ключей, который раньше был кормлен. Значит, собственно, вот как выглядит клиент и что он использовал, как было сделано. У нас было некое решение для Линукса и для Андроида и вот вы думали, как сделать для селфишовцев. В последних версиях Андроида Google представляет некий VPN API, который манипулирует сущность сетевого уровня. Вот в сутки пока этого нет, поэтому для этого нужен нам root. root требуется для того, чтобы создать тун интерфейс, так называемую сетевую или драйвер систему, и прописать мучертизацию в сети. Вот это. Если в селфишовцев появится некий механизм API, то там будут ненужными это может работать без него. Значит, это уже схема работает. В нашем время все происходит. Значит, есть некий демон, назовем так, он называется апеллерный демон, который выполняет связующую роль между тун интерфейсом системы и приложением. он выполняет роль настройки тун интерфейса, настройки терапис мучертизации и связи с ядром криптосистемы. Он выполняет связь с узлом шифрования данных, диктографии потока данных. То есть, как происходит цифриками указано, как происходит поток данных. Вот на этом этапе данные еще не зашифрованы. Как только данные попадают в PRD, а он их криптует и отправляет через интернет координаты сети и внутреннюю сеть. и так же происходит открыт. Значит, какие были инструменты использованы для создания этой всей нашего решения? Значит, когда мне телефон по паврунке, я начал анализировать SDK, которые подоставляли селфиш этот метод. Селфиш после IDE он предназначен для разработки именно приложений. А то, что мы разработываем это на уровне системы. Поэтому, поковырявшись, я понял, что это полноценный Linux, под него можно собрать неким другим toolchain. Я попытался собрать toolchain, который использовался у нас, старый, но подходящий. когда я выставил ARM версию 7 все, в принципе, заработало прекрасно. Я на этом остановился. Для гемо-варианта достаточно было. Можно было, конечно, дальше идти попробовать собрать капиллятов PSG, которые есть возникли. У нас вся часть, которая внизу работает, собрана получением VCC, а ZE часть собрана тем инстаграмом, который выставляется. Я могу показать, как это все выглядит. Это телефон. Телефон подключился CD4G и у меня установлен клиент. При первом запуске установлены все ключи, которые нужны. осталось только включить. Этот клиент у нас подключен к тесту нашей компании, которая находится внутри. Открываем браузер. Сейчас мы уже остановили. Да, сейчас мы уже остановили. Я могу продемонстрировать, как его установить, но там долго, секунды тридцать. Долго. Значит что такое? Отключение VPN или не знаю. У меня по сути там RPM в RPM. То есть RPM сам раскрывается и там очень много бинарии, 50 мегабайт, у нас копирует. Нет, это имеется ввиду интерфейс. Это VPN, так понимаю. А. Я сейчас открываю узел, который защищен 192, 168, 22. Вот у нас табличка что нет доступа. Теперь я включаю VPN, он прописывает таблицу маршрутизации, поднимает TUN и сейчас все пакеты вот связь установлены. Нам координатор ответил. Теперь когда я открою граузер вот это одна запущена веб-север, который находится за координатором защищенной системы. Вот сейчас работает. Я тут единственный примерчик, например, файлинг скачал. скачал. Вот сейчас идет полностью поток через графические системы. Мы снику мультику посмотрим. вот так вот 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 это и остановили. и у нас получилось как бы сервис внизу а вот положение на кумане на месте оно управляет сервисами которые мы Да, еще рут нужен для запуска и астамата. Режим девел, без него. Ну, там просто полностью Linux, похоже или нет? Спасибо.